красота так именно когда кофе начинает дышать вот смотрю в камеру не вижу чё я делаю какое преломление света происходит и я в камеру одну так в жизни другое когда так руку просовываешь понимаешь вот сейчас знаете как кажется что я достаю да это да да сливок нет на самом деле нет понимаете как в камере одну а в жизни она другое так что хотела сказать сейчас думала я что я буду на кофе тайм конечно желание поесть срок была великая его достала свой любимый срок от простоквашина ванильный со вкусом ванили просто вот просто балдею вот это сочетание кофе и ванильный сырок это что-то мало того что здесь у меня еще и ванилька в кофе достала семечки чищеные грызу на самом деле стала вафельку сначала себе сказала так 2 вафельки съем вдобавок потом так постояла подумала мне давай все-таки хотя бы одну хорошо подумала и сказала себе нет милая моя ты потом когда встаешь на весы и видишь очень интересные цифры которые меняются потом ты бываешь в стрессе хватит на на это уже это уже на самом деле много понимаете для желудка этого объема жидкости уже много я к этому объему добавляю вот это то есть этого на самом деле достаточно просто мне этой заразы хочется идемте на балконе попьем давно не пили с вами кофе на балконе пошлите погода вроде как ничего сколько у нас временчика а время уже 15 минут 12 я чуть-чуть задержалась потому что я монтировала видео на азербайджанский канал подруга я забыла что я тебе обещал я своим языком сказал жди я сейчас принесу дурдум вставляется и все кофе себе заварила о себе подумала а подруга моя там добро пожаловать в так давайте вы знаете что ей дадим долгоиграющую вот эту вот эту большую сейчас я их там многоиграющую она мне даст тем временем попить нормально кофе пока будет бороться с этой вкусняшкой господи когда же я доберусь до кладовки у меня будет еще одна на даче который в течение года будет заполняться в общем мы с вами будем расхламляться здесь будем расхламляться на даче будем расхламляться вот это дачный набор у меня который был это еда я с собой брала ай да и я не собиралась если что сегодня включать камеру и вообще что-то снимать другие в деле нормально выключим свет вы мне писали про замиокулькас одни пишут он любит свет вы на балкон другие пишут он хорошо растет в такой вот в более мрачном состоянии третий пишут он любит рассеянный свет я запуталась я запуталась ладно ну да ну да и че будем оськи по типу зимой иди-иди-иди-иди танцор диска на ты давно не ела эту вкусняшку все это тебе надолго я пошла релаксировать все у нас с вами кофе тайм мы заслужили мы работали так что мне приятного кофе пить и если вы сейчас релаксируете медитируете получаете удовольствие от жизни вам приятного время провождения кстати говоря вот этот третий бутон который держался за разу он тоже отпал вот на той веточке бутоны просто отпадают редко когда они раскрываются а вот на этой веточке там длинный там вот эти такие кругленькие бутончики они все падают на этой ветке длинные бутончики они хоть появляются реже но они раскрываться не знаю ладно поживем увидим все все матильда в кайфе про тебя про тебя матильда море сегодня какое красивое счет вот как должно быть море и однородное какое-то да и волн нету сегодня тихо сколько там показывает градус 32 градуса вот море очень красиво прям обалдеть какой лазурный лазурный наверное как бы машин сколько ну так сегодня воскресенье он весь берег машина там внизу тоже есть зонтики кстати мопа наверху машина внизу зонтики если что но они какие-то одинаковые как вот зонтики именно бывают беседочные зонтики такие там в одной части наверное все-таки какой-то берег там это для себя оформили мы на даче на самом деле уже давно я отвлеклась на свои дела и забыла заснять ну как траву более-менее выкосили убирают сейчас мусор летает ветер поднимается и и и и вот так мусор еще пока собирают бяли бяли и я это пристроилась работаю кое-что делаю привезли доставку кондиционер заказали такой гри сяду сначала нарисую то что есть чтобы ты понимал вот я сейчас я тоже объясню куда что попадает такие дела сейчас у меня за этот день отснято только начало дня конец дня и все идет полный провал и я опять к вам сюда вторгаюсь чтобы ответить на вопросы начали такой вопрос здравствуйте удачи и здоровья вам здравствуйте спасибо большое скажите руке а кому контейнер для хост целей как склад всегда с удовольствием смотрю ваше видео спасибо огромное за внимание спасибо за вопрос да этот контейнер для хост целей я здесь несколько сразу по моему комментариев такого плана сейчас я скажу ну в общем если я еще как бы застану комментарий такого же типа да я его просто пролистаю смотрите изначально я планировала следующее что как только мы заезжаем ворота с левой стороны сразу будет туалет уличный будет хозблок в туалете будет обязательно конечно азиатский унитаз исключительно рукомонник и душевая ну в общем потом я о своих планах более конкретно вам расскажу и хозблок предполагался рядом с туалетом и дальше у нас должна была идти мангальная зона вот но когда мой зять договаривался с компанией по поводу того что точнее вот у нас есть претензии что они задержали да нам сроки сдачи дома ну ведь как бы вы нам должны комплимент это было бы хорошо если если бы это был бы контейнер мы так предполагали что они нам сделают контейнер поделить на две части одна часть будет туалет другая часть будет хозблок но они сказали что мы этого делать не будем мы вам просто даем один контейнер вот под те размеры которые вы нам скажете мы сначала сказали размеры но потом то есть мы сказали им размеры под то что нам нужно было то есть туалет и хозблок но в итоге короче они отказались от туалета и получается так что этот контейнер будет только хозблоком исключительно потом взять мне сказал то есть почему на территории детей да этот контейнер взять и говорит что что-то как-то мне кажется что как только заходишь и тут сразу такой контейнер то есть сразу такая стоит пандура она скрадывает пространство и он предложил сказал давайте на нашей территории я в принципе не не против почему потому что ну мало ли у нас скажем так и участок получается да общий я тоже чуть позже это объясню и контейнер пусть будет у нас тоже общий то есть у нас как бы дела по дачам будут общие дай бог и понятное дело ну что в контейнере мы будем держать да это будут у нас стеллажи то есть я предполагаю потом сделать там стеллажи там лопаты грабли в общем инструментарий всякий мешки для мусора ну сами знаете да на даче в хозблоке всегда найдется что хранить вот так что это да это будет хозблок потому что ни один не единожды звучал вопрос такого плана дальше рубья так это ваша общая с семьей камой дача очень хочется увидеть все в готовом виде спасибо я тоже жду не дождусь когда все уже будет совершенно готово ну все потихонечку по чуть-чуть это дача у нас абсолютно раздельная абсолютно ну сейчас давайте я вам сейчас я быстренько без вас тут начертаю кое-что нарисую и вам покажу хорошо давайте я вам это объясню вот так вот это все это была одна общая территория хозяин этой территории я сказала ой с удовольствием когда я приехала туда дети мне сказали что это тоже продается вы наверное что я не знаю я не знаю три месяца наверное ой три года скорее всего где то так было у нас было у нас 2-3 года приблизительно и в итоге я наконец построила дачу вы понимаете вы понимаете с одной стороны то что мое оно то после меня будет и их но сейчас это мое то есть я хозяйка этой дачи у детей есть вот этот участок мы не будем ставить глухой забор у нас будет живой забор который будет отделять мой участок от их участка они потом если когда-то захотят на своей даче что-то сделать они естественно сделают а я буду просто покодовольствоваться своей дачей само собой что они будут приезжать у диди есть например огромное желание оставаться на даче вот тем более когда дай бог мы поставим бассейн и вообще это будет в радость я очень хочу облагородить всю эту зону а участок детей у нас есть кое-какие предположения у зятя тоже есть не знаю если получится в общем время покажет ну а пока так чтобы вы понимали вот это у нас вся полоса это наш общий участок документально это два разных участка ну а фактически получается один ну потому что мы родные люди дальше вот здесь тоже вот спрашивали руки а здравствуйте у вас с детьми один участок на двоих у меня два участка руки я добрый день а дети тоже планируют строиться вы сказали что контейнер стоит на участке детей они дело в том что они собирались как раз таки строить афрейм потом они меня так подожгли в итоге построила афрейм я на своем участке а они пока ничего не собираются строить вы не знаете как планы меняются как это как бакинская погода вот скажем так пока ничего не собираются строить а там посмотрим так сейчас это что касается дачи а ну все вот вопросы вопросы по даче по моему закончились да ну вот кстати то что я вам и хотела сказать вот смотрите вот здесь здесь мои ворота вот тут а тут будут ворота детей с этой стороны на их участок и когда выезжаешь сюда вот здесь я планирую туалет но теперь уже хозблок не будет потому что я его тоже здесь планировала тут туалет душевой хозблок у нас переместился сюда а здесь уже будет такая мангальная зона между домом и стеной получается очень широкий проход это будет у нас проход действительно такая беседка первая или пергола точно не знаю как ставится удаление но это будет у нас в то же время гостевая столовая зона то есть когда мы будем собираться мы будем туда выставлять стул стулья и там как раз рядом получается мангальная то есть вот такие вот у нас планы но это пока все что я вам могу сказать вы знаете как самое главное что мы закончили на сегодня все что мы все что я планировала на этот год ну в смысле вот до конца лета да что на самом деле запланировала то и сделала я вам скажу даже больше сделала сделала неожиданные действия и слава богу получилось удалось и сейчас потихонечку я начну уже как бы дай бог работать и копить на другие моменты благородить очень хочется территорию потому что все таки песок понимать а там конкретный песок вот потому что это же море да у меня еще спрашивали как далеко к морю десять минут пешком десять минут пешком до моря замечательно можно на машине поехать можно пешочком пройтись по желанию вот и еще что то вот да ну я вот хотела сказать что из-за того что песок понятное дело что очень много будет пыли в доме но пока так поэтому хочется как можно быстрее эту территорию закрыть чтобы там же не было столько песка будет камень будут ну предполагаем предполагаем аглай предполагаются клумбы предполагается бассейн место под бассейн тоже так условно выделили ну а там уже посмотрим знаете как живо будем ну что на эти вопросы я ответила теперь добрый день подружки из Баку скажите пожалуйста куда делся птенчик я так предполагаю что он взлетел потому что черных следов следов черных дел кошки я нигде не видела я внимательно выходила просматриваю я все таки предполагаю что он взлетел потому что вы в том ролике видели что он уже делал такие попытки да летать тем более в кадр не попал тот момент когда этот птенец пролетел от лестницы до жасмина то есть представьте себе вот это расстояние он летел на маленькой высоте то есть он не поднимался вверх но он зато пролетел это расстояние я уже понимаю что он улетел я очень на это надеюсь но по крайней мере больше я его не видела точнее так как я была занята всей этой работой на даче то есть я целыми днями там пропадала я думаю что за это время он точно взлетел еще раз говорю что плохого ничего я не замечаю такой вопрос руки а ваш взять нормально относится когда вы его называете мухой бабушка моего мужа так его называла когда он был студентом так ему это не нравилось сделал вид что она не к нему обращается мужа зовут Михаилом смотрите на самом деле не муха а моха да наверное все таки мне хорошо бы мне хорошо бы называть его муха ну вы знаете как я когда с ним познакомилась ну как бы он только стал студентом и я познакомилась с ним в школьных стенах и понимаете как вот это от того что со школы осталось за ним скрепилась муха я уже как то так все время тоже муха говорю имя его муха что в переводе с азербайджанского означает великолепный но он такой и есть кстати я хочу вам сказать огромное спасибо за теплые слова в адрес моего зятя вы говорили о том что он очень заботливый он внимательный он золотой он на самом деле такой потому что он изыскивал время помогать мне договариваться то есть о многом договаривался он да было такое что я приезжала и делала все там сама то есть с мастерами но факт что договаривался со многими мастерами он сам и ну мне человек работает и плюс потому что когда он был в отпуску знаете ну воровать да вот это время тоже неправильно мне тоже было не по себе мне было неудобно ну нужно вот это все дело доводить до конца да и в итоге если так по большому счету посмотреть ведь он на самом деле помогая мне как бы делать вклад в свое будущее если так по большому счету да если далеко заглядывать вот поэтому его интерес же здесь тоже есть и совершенно нормальный интерес вот и я как я как человек который живет для своей дочери то есть все что я сейчас делаю я делаю не только для себя да но я делаю с учетом интересов своей дочери и ее семьи и афрей на самом деле который я строил я хоть и понимаю что может быть придет такое время что я уже не смогу подняться наверное по лестнице но они-то молодые они поднимутся по лестнице на второй дашь в свою спальню может быть они и не построить на своем участке участки ничего потом пользоваться этим ну понимаете как распорядиться вселенная как распорядиться всевышний ну так оно и будет вот так что он нет не муха а моха наверное это так слышится скорее всего да с экраном вот имя красивое но не дашь англия еще был такой вопрос меня попросили поближе показать какой гель для душа я вот покупаю вот невея крем и роза замечательный видите вот вот еще один и один у меня в ванной в ванной заканчивается почему у меня такой запас потому что один момент они исчезли а я очень мне нравится очень я люблю например хорошо смывается с тела мне нравится вот и еще вот такой вот вопрос был так из контекста выдергиваю секундочку так у меня просто мне мне наверное очень интересует масло в горшках которые вы покупаете но мне здесь не попадалось вернее у нас расскажите про пожалуйста я поняла значит так сейчас ой я выбросила этикетку а ничего я вам это самое за скрин фотографии вставлю смотрите вот это вот да в таких горшочках у меня этих горшочков правда уже получилось уж очень много видите их там много я не знаю сколько с крышками вместе что-то с ними нужно делать наверное можно сдавать их надо выяснить этот вопрос и сдавать раз бутылки сдают наверное горшки такие тоже сдают мне нравится это масло мне нравится на нем готовить и аромат у него вроде как замечательный спрашивали еще а что вы сами не топите нет я с этим не парюсь я помню как мама в свое время много топила масла вот этого сливочного да и вот этот постоянно аромат который въедается во все абсолютно в занавески во все и все это долго потом выветривается я так не хочу да и потом я не хочу заморачиваться мне одной много ли надо нет конечно этого масла уходит кстати совершенно немного так что все нормально вечером опять приехали разровняли площадь сейчас конечно не видно мусор убрали площадку разровняли пойду задний двор тоже посмотрим туда уже пошел почему уже второй раз приезжаем сюда вот так вот ах сэй ах сэй оскалбочный все убрали все вроде все нормально все нормально все нормально все нормально вам все равно не видно утром покажу в общем хотя бы теперь хоть планировать можно уже конкретно видишь какие у тебя здесь это какая площадь хоть знаешь как планируешь когда мусор понимаете во дворе не знаю что с этим делать а когда уже все почистишь то спросили у мастеров змеи влазили змеи не видели но говорят эти жабы здесь прыгают во всем ну жабы фиг с ними ну что арбуз может я открою воду сюда его полить надо сейчас я может воды налью ему сюда сейчас так и сделаю а ну-ка мне сказали полейте что надо было поливать я честно говоря понятия не имею вот когда не знаешь тогда не знаешь понимаете как да хоть куда-нибудь полью сейчас где оно понимаете я даже не знаю где оно начинает расти откуда оно начинает расти не знаю просто я не я буду если я не выможусь но ведь я не намочила ночь ещё как намочила ёбы палы блин сейчас по песку похожу вообще будет замечательно а ручила атмосферный свет ладно второй раз мы здесь сейчас мы с ними тоже расплачиваемся они тоже с утра и до вечера два дня работают их тоже отправляем все ну что а на сегодня у нас с вами все я очень рада что вы все это время были со мной спасибо за поддержки за лайки за смайлики в комментариях я рада что вы у меня есть и что вы именно такие и спасибо что вы принимаете меня такой какая я есть с вами была ваша подруга из Баку други я вторая подруга она просто там валяется в лежанке пока я вам записывала вопрос ответ пока пока пока